СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. 12.06. Кирова продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Владимир Сметанин. Добрый день еще раз. Мы ждем нашего нового гостя. Он приехал из Санкт-Петербурга, приехал немножко заблудился. Нам организаторы сообщают. Наша редактор Анна Лапшина пошла его встречать. Это Максим Оленичев, юрист команды 29. Надо объяснить, что Максим делает сегодня в нашем городе. Сегодня вечером состоится в галерее прогресса. Состоится мероприятие, на котором Максим будет выступать. И там же его оппонентом или наоборот, человеком, который поддержит эту дискуссию, будет наш коллега Николай Голиков. И связано это все с фейк-ньюс. Как часто они встречаются в кировских СМИ. Вот такая тема сегодня будет обсуждаться. Еще, 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 еще. Но это возобновление дискуссионного клуба. Это дискуссионный клуб вечерний. Организатором выступает Николай Пихтин и Артур Абашев принимает там участие. Собственно говоря, по его приглашению Максим Оленичев приезжает. Принять участие в этом мероприятии может каждый заинтересованный лицом. 18.30. Сегодня Горького 5. Галерия прогресса. И мы в связи с этим разместили опрос на сайте эхокирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. В начале первого часа мы уже озвучили этот опрос. И сейчас посмотрим, как изменилось там голосование. Спрашивали мы вас, есть ли цензура в кировских СМИ. В начале первого часа 100% проголосовавших на сайте говорили, что есть. И ситуация не изменилась. Но ничего не изменилось на нашей странице ВКонтакте. По-прежнему 65% считают, что она присутствует. И, кстати, наш пользователь активно комментирует все это дело. Зачитайте комментарии. Ну, во-первых, с Максимом поздороваемся. Добрый день. Здравствуйте. Что говорят люди ВКонтакте? Открывается, открывается. Александр считает, что от хозяев и спонсоров все зависит. Так что они могут цензурировать. Да, хозяева цензурируют, спонсоры цензурируют. Сообщество Троемкиров оставило свой комментарий. Отличный пример цензуры в наших СМИ. Это ситуация с планировавшейся застройкой парка 50-летия ВЛКСМ. Дворец пионеров. Пытались привлекать внимание СМИ. Предлагали материал как есть, правдивый. Это Троемкиров предлагал правдивый. Да, да. Что такой-то интересант, хочет такую-то схему провернуть. На что нам прямым текстом говорили. Извините, это наш рекламодатель. Мы не можем его топить в нашем издании. Вот получается, что то или иное СМИ имеет свои запретные темы, которые завязываются на хозяев, собственно, этих средств массовой информации. Опять хозяева и спонсоры. И рекламодателей. Да. И рекламодатели. А спонсорами и хозяевами могут кто угодно выступать. Есть частные лица, есть хозяева, да, муниципалитеты тоже, да. Да, спонсорами могут быть не только бизнесмены, но и, например, есть ведь разного рода госзаказы, положим, да. Вот такие вот контракты. Вот дальше Александр еще упоминает митинги Навального, которые состоялись 28 числа. Недавно у нас в городе об этом только админ про город сообщил. Что? Админша про города только написала на сайте у себя про эти темы. Что, митинг? Как это может быть? Об этом все писали абсолютно. Ну, вот, возможно, Александр пользуется только этим ресурсом. Возможно. И счел, что только он опубликовал эту информацию. Во-вторых, опубликовали репортажи с этого события. Насколько я помню, и мы делали эфир и до, и после. Это да. Но, тем не менее, видимо, недостаточно, кажется, нашим слушателям или читателям внимания уделяется каким-то событиям. Это тоже связывается с цензурой. Ну, так что касается цензуры не только кировских, наверное, но и в российских СМИ. Часто ли обращаются к вам, Максиму, и лежит ли это в сфере вашей деятельности, когда журналисты жалуются, например, на цензуру? Ну, к нам обращаются не так часто, поскольку мы занимаемся разными вопросами, которые связаны с доступом к информации в России. И мы сами пытаемся инициировать дела, поддерживать гражданских активистов с тем, чтобы они могли получить информацию, которая имеется у государства. Но которая уже, возможно, не представляет какой-то интерес для безопасности, но имеет очень большое значение для самих людей, для их частных интересов. А что я имею в виду? Ну, в частности, в России есть очень большая проблема, которая связана с тем, что по итогам репрессий, либо осуждения после Второй мировой войны жителей СССР, их дела закрыты. Эта информация имеется в Центральном архиве ФСБ, но родственникам не предоставляется. Не представляется по той причине, что людей не реабилитировали. Да, их признали о том, что они совершили во время Второй мировой войны какое-то преступление. Ну, допустим, фашисты захватили какую-то территорию, и местные жители были вынуждены выполнять какие-то функции, управлять колхозом. Сотрудничать. Сотрудничать, фактически, да. А родственники теперь не знают о судьбе этих людей, поскольку этих людей осудили, отправили в лагеря, многие из них там погибли. Но родственники пытаются получить информацию, государство отказывает в ее представлении, говоря о том, что вот, возьмите справку на полстраницы и успокойтесь. И будьте счастливы о том, что вы хотя бы знаете эту информацию о своих родственниках. А что в справке там? А в справке указывается фамилия, имя, отчество, рождение. Если есть сведения о том, где погиб и где было наказание, то указываются эти сведения. Но нет никаких подробностей о том, как человек, которого осудили, отбывал это наказание, с чем он сталкивался, и, может быть, протоколы допросов о том, как привлекали его к ответственности. Эта информация у родственников нет. А для многих эти люди еще имеют значение, поскольку многие росли вместе с этими людьми. И сейчас им очень важно узнать о том, как сложилась судьба этого человека, который погиб от рук государства. И человеческие эмоции, и чувства движут этими людьми, которые хотят знать более полную картину того, что происходит. Абсолютно. Но при этом государство отказывается представлять полную информацию, говоря о том, что не положено по закону. А мы пытаемся эту брешь сломать, но это все довольно сложно с современной судебной системой, когда у нас возникают очень большие вопросы с верховинством права. И в этой ситуации мы пытаемся оспаривать отказы представления информации. Мы уже дошли до Верховного суда, но пока что у нас эту информацию не предоставили. И буквально в конце прошлого года мы обратились с первым таким иском в Европейский суд по правам человека, надеясь на то, что ЕСПЧ выскажет свою позицию по этому вопросу. И если будет решение положительное для нашего заявителя, то это позволит пересмотреть практику отказов в представлении полной информации о судьбе родственников, которые погибли в лагерях, но которые не были реабилитированы. А в качестве другой проблемы, которую мы тоже пытаемся сейчас продвинуть, это вопрос, который связан с тем, что усыновленные, удочеренные дети не могут получить информацию о своих биологических родителях. Это в нашей стране? В нашей стране, по законодательству в России. Дело в том, что у нас есть такой очень интересный кейс. Женщине поставили генетически обусловленное заболевание под вопросом. Медики не могут сказать о том, генетически это обусловленное заболевание, либо нет, поскольку нужно исследовать поколение ее биологических родителей, бабушек, дедушек о том, как проявляется, не проявляется это заболевание. Это обычные вещи. Очень во многих случаях, когда у тебя ставят тот или иной диагноз, тебя спрашивают, а есть ли у вас по линии женской, по мужской такие или иные заболевания, потому что на основании этого делают вывод. Абсолютно верно. И медики не могут поставить диагноз, не могут назначить правильную тактику лечения, поскольку не хватает информации. Эта информация есть у государства. Но государства, органы ЗАГС, в частности, отказываются представлять эту информацию, говоря о том, что есть тайна усыновления, есть тайна удочерения. И они никаким образом не могут сказать о том, кто является биологическими родителями нашего клиента, поскольку боятся быть привлеченными к уголовной ответственности. Но при этом нужно сказать о том, что те люди, которые удочерили нашего клиента, они уже давно раскрыли эту тайну удочерения. Они согласны на том, чтобы ЗАГС предоставил информацию о биологических родителях нашего клиента с тем, чтобы этот человек мог вылечиться и не погибнуть. И, к сожалению, два суда нам отказали сейчас в предоставлении этой информации, говоря о том, что да, это тайна удочерения, человек, это его проблема, то, что у него выявили такое заболевание. Пускай как хочет, так и живет. И мы надеемся эту брешь все-таки сломать, поскольку здесь столкнулись частные публичные интересы и нет никакой необходимости закрывать эту информацию, поскольку уже все практически согласны на раскрытие этих сведений. Но, к сожалению, государство стоит на своем, исполняя те правила, которые оно само для себя придумало. Вопрос, чьи интересы тут защищаются, если не нарушены интересы усыновленного человека или удочеренного, не нарушены интересы той семьи, которая в усыновлении участвовала, то, получается, теперь защищаются интересы тех людей, чьего ребенка усыновили. Да, государство говорит о том, что когда биологическая мать отказалась в 80-м году... Она защищена теперь государством. Она защищена, и она тогда не дала согласия на раскрытие сведений о себе биологическому ребенку. А вообще есть такая процедура, что ты можешь давать согласие на раскрытие сведений? В 80-м году такой процедуры не существовало, и сейчас суды говорят о том, что законы персональных данных, который был принят в последнее время, он защищает биологическую мать от распространения сведений о ней. Но в 80-м году еще невозможно было об этом подумать, о том, что такой закон будет существовать, а о том, что такая ситуация вообще может возникнуть. И как раз сейчас такая коллизия закона, когда с одной стороны, да, действует закон, который защищает персональные данные биологических родителей, но с другой стороны, не нужно было давать согласие в 70-м году на раскрытие этих сведений. И мы надеемся о том, что здесь все-таки будет найден баланс частных и публичных интересов, интересов государства в этой ситуации, когда нет никакой необходимости эту информацию утаивать. А есть необходимость защитить жизнь и здоровье человека. Абсолютно. И этот разумный интерес, он как раз должен влиять на раскрытие этой информации. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты и продолжим с нашим гостем Максимом Оленичимым, юристом команды 29. Продолжаем разговор с Максимом Оленичимым, юристом команды 29. И напоминаем, что на сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Мы у вас спрашиваем, действует ли цензура в кировских СМИ. Пока что вы все говорите, что еще как она действует, цветет пышным цветом. Ну а мы хотели бы попросить Максима прокомментировать ситуацию, недавнюю, совершенно 30 января возникшую, когда журналистов 7 на 7, конкретно Катю Клепетковскую, не аккредитовали на встречу с главой города Еленой Ковалевой. Елена Васильевна встречалась с редакторами СМИ. И интересно то, что Катя и 7 на 7, редакция 7 на 7 обратилась к организаторам, узнав эту информацию, и попросили аккредитоваться. Им было отказано в аккредитации. То есть это не было по факту, как на некоторых встречах бывает, но собрались там, и потом уже по фактам люди узнают, что вот была такая встреча, и спрашивают, почему нас не пригласили. А здесь заранее узнали и попытались аккредитоваться. Их не аккредитовали, они обратились к вам и написали по этому поводу материал на портале 7 на 7. Ты там комментировал, на самом деле могут отказать власти в аккредитации в такой встрече или не могут? Еще раз, пожалуйста, для наших слушателей. Ну, это вообще, конечно, удивительная ситуация. Дело в том, что если власти заранее говорят о том, что они собираются встречаться с журналистами, то любой журналист вправе прийти на эту встречу, задать свои вопросы и поучаствовать в ней. Но если собирается непубличное мероприятие, то у власти, конечно, есть возможность не допускать туда журналистов, если они заранее определили уже какие-то списки. Но сама по себе ситуация вызывает вопросы с открытостью власти, поскольку власть только тогда успешна, когда она открыта для своих граждан, для общественности. И журналисты, будучи посредниками между властью и обществом, могут предоставлять объективную, достоверную информацию о деятельности власти. Они должны быть сами заинтересованы в представлении такой информации. Но когда собирается узкий клуб для того, чтобы поговорить на какие-то закрытые темы, и общество не будет знать о том, как публичная власть комментирует те или иные вопросы, либо предоставляет информацию, это, конечно, вызывает некую озабоченность и сама по себе ситуация не очень здоровая. Ну, надо сказать, что Елена Васильевна уже на самом мероприятии прокомментировала эту ситуацию. Она сказала, что это технические накладки, и такого не будет впредь сама лично. Она это прокомментировала. Мы посмотрим, как будут складываться следующие встречи. Пока что я не замечала, что мэр города как-то закрывается от этих встреч. Возможно, что она даже и в курсе-то не была, что такое произошло. Но это все-таки сигнал. Это все-таки сигнал, что кого-то пытается отрезать, отгородить. У нас тоже была такая ситуация. Мы о ней здесь рассказывали в этой студии. Когда только новое правительство пришло в Кировскую область, два года назад это было. Там тоже собирался некий закрытый клуб главных редакторов. Нас туда не пригласили. Мы заранее об этом узнали. И задача была решена. И в то время, насколько я помню, сам Игорь Владимирович Васильев в этом принял участие. Сказал, что за дела. Двери открыты. Все должны прийти. И все пришли, в конце концов. Есть некие такие силы, которые пытаются выстроить каким-то образом клуб приближенных. Может быть, это неплохо. Мы же знаем, что есть журналисты президентского пула. Может быть, губернаторского пула. Еще какого-то там пула. Но это, наверное, немножечко другая история. А сейчас я вижу, что у вас есть такой кейс по Санкт-Петербургу, где вы тоже рассказываете о том, как не аккредитовывают, отказывают в аккредитации некоторым журналистам власти Санкт-Петербурга. Чуть-чуть расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, Россия вообще удивительная страна. И тот закон, который у нас написан, он не всегда исполняется. Сам закон о СМИ говорит о том, что аккредитация позволяет журналистам получать дополнительные права на получение информации, в том числе от органов власти. А в законодательном собрании посчитали по-другому. В законодательном собрании Санкт-Петербурга решили о том, что будут аккредитовывать только тех журналистов, которые хотят. И если журналист, допустим, не соответствует по внешнему виду, то его в зал также могут не пустить. А вот там дресс-код прямо? Дресс-код прямо. Требовали иногда, чтобы приходили в гамстуках мужчины. А женщины в вечерних платьях? Примерно так. Но нельзя было с рюкзаком пройти, допустим, на заседание парламента, если рюкзак даже маленький и, собственно говоря, там только самое необходимое. То есть вот такие ситуации, к сожалению, возникают. И сейчас мы думаем насчет того, как оспорить сами эти правила и практику их применения. Поскольку парламент является коллегиальным органом власти, и по закону любой может его посетить. Открыто заседание, посмотреть, как работают депутаты. Но при этом, конечно же, они не вправе участвовать в работе этого органа. Но, тем не менее, наблюдать и получать информацию с первых уст, они, конечно, вправе. У нас и другие кейсы есть сейчас по аккредитации в разработке. Допустим, 80 километров от Петербурга, маленькое поселение Морозово. Оно запретило жителям и представителям СМИ посещать свои собрания без аккредитации. Дума, что ли, местная? Местная дума, фактически. То есть они говорят о том, что если вы хотите прийти на наше заседание, то вы заранее должны подать заявку на аккредитацию. Если будете аккредитованы, мы вас пустим. А если нет, то, господа, уважаемые местные жители, журналисты, СМИ, мы вас не пустим. Такой процедуры нет. И это очень странно, потому что закон не представляет такой возможности местным властям отказывать в получении доступа к информации на заседании органов власти. И мы эту ситуацию, конечно, будем оспаривать. Другие правила аккредитации также действуют, допустим, в Мариэл. Мы сейчас занялись этим кейсом. И тоже журналист 7 на 7 пострадал от этой ситуации. Его не пустили в местное здание парламента Республики Мариэл. При этом власти говорят о том, что у парламента Республики Мариэл нет собственного здания. А правительство Республики предоставляет им безвозмездно пользоваться этим зданием. И чтобы попасть на заседание парламента, нужно попасть в здание правительства. А чтобы туда попасть, нужно получить специальный пропуск даже журналистам. И эта ситуация, конечно, тоже вызывает некоторые вопросы, поскольку закон прямо говорит, на заседании коллегиальных органов власти можно смело, свободно присутствовать. Но при этом создаются какие-то искусственные преграды, которые, конечно, должны быть в поле нашего зрения. Ну, кстати говоря, у кировских парламентариев тоже своего здания-то нет. Отдельный просто вход в здание правительства. Я пока не слышала про истории, когда на заседание ОЗС не допускали кого бы то ни было. А ты помнишь, когда у нас Дарья Топузлеева была парламентским корреспондентом, у Даши очень специфический и яркий стиль одежды. Она туда могла прийти в чем хотела, собственно. И ни у кого не вызывала. Это не только никаких претензий, но никто и не сбегал от нее в коридорах, когда она просила комментарии. И у нас тогда были жгучие такие, очень хорошие корреспонденции оттуда. Мы не знаем, может, там что-то планируется в этом отношении. Ну, пока ничего не слышно было, слава богу. Другая сейчас ситуация под вопросом у нас здесь. В частности, это касается не только нашего СМИ, но очень многих. Другая история теперь. Теперь очень часто чиновники не ходят давать интервью, вот когда ты их приглашаешь в студию. И потому что очень важно же на радио, чтобы человек пришел в студию. Вот он у нас здесь сидит, он у микрофона и разговаривает. А еще у нас есть интерактив и возможность звонить. Они говорят, нет, вот у нас будет через месяц пресс-конференция, вот там на пресс-конференции вы всю информацию получите. И работаем мы только так. Или там, помнишь, наши коллеги из портала «Свой Кировский» тоже делали большой материал, где они буквально выложили все обращения, которые были написаны согласно нормам. И в течение 7 дней ждали ответа. Представляете, нужно получить комментарий к новости, ты шлешь этот запрос, 7 дней ждешь и ничего не получаешь. И так постоянно происходит. У нас теперь такая проблема во многом, когда говорят, нет, давайте, подождите, мы к вам не придем, вот будет пресс-конференция, вы туда приходите, на эту пресс-конференцию. И вот так мы будем работать. Не все, не все, надо сказать, так работают. И опять хочу привести в пример Игоря Васильева, он нашего губернатора. Он ходит на интервью, и вот этих вот, нет, подождите, мы там, давайте, мы вот когда-нибудь. А некоторые его подчиненные по-прежнему ведут такую политику. И вот это, конечно, мне кажется, в этом есть некая проблема. Странно, да. Хотя вот Лена Шмулевич, наша коллега, говорит, ну, недавно была дискуссия просто в Фейсбуку по этому поводу. Один высокопоставленный чиновник забанил главного редактора телевизионного канала, Ирина Сырцева, сейчас скажу, за то, что она в комментарии под новостью критическое замечание высказала. И там такая целая большая дискуссия у нас развернулась, кого забанить. Может быть, нам забанить сейчас наших чиновников вообще, потому что они стали активны достаточно в соцсетях, забанить их в соцсетях. Вот такая история тоже складывается. То есть журналистское сообщество не молчит, когда возникают такие истории, но, тем не менее, тоже ситуация как бы пока не решается. Есть такое в других регионах? Ну, я могу сказать то, что власти боятся публичности. И вот ту ситуацию, о которой говорил Спасенка Морозова рядом с Петербургом, запретили ведь не просто так жителям посещать эти заседания, а запретили после того, как стала популярна группа ВКонтакте, когда местные жители выкладывали туда видеозаседания местной думы. Что там такого? Люди видели обсуждения, видели, как они решают вопросы, как они обсуждают, какой депутат отстаивает интересы населения, которые действуют не в интересах населения. И придавали такую публичность заседаниям коллегиальных органов власти. Конечно же, это местным депутатам не понравилось, поскольку с закрытыми дверями гораздо удобнее решать вопросы, чем публично. И, соответственно, они придумали такие правила, которые ограничивают доступ к своей деятельности. Но при этом я бы хотел сказать о том, что, в принципе, никогда на СМИ нельзя реагировать таким образом, что вот ты высказал там критичное замечание, значит, не буду я с тобой работать. Но СМИ для того и создан, для того, чтобы представлять разные точки зрения. Люди могут слушать, читать, смотреть и делать свои какие-то выводы. То есть, в принципе, чиновники должны быть открыты в своей деятельности, и им же это должно идти на пользу. Мы живем в информационном обществе, и потоки информации меняют нашу жизнь каждый день. И технологии, информация, мы каждый день с этим сталкиваемся. И чиновникам, конечно, гораздо выгоднее, даже с точки зрения своей раскрутки и своих позиций, представлять ежедневно практически информацию СМИ для того, чтобы люди видели о том, что чиновники работают в интересах населения. Тогда у них появится большая поддержка, и тогда они смогут больше заниматься той деятельностью, ради которой они, собственно говоря, и сосредоточились. Да, ну, конечно же, я понимаю, к чему ты клонишь. Вопрос все-таки остается открытым, чью поддержку именно ценят чиновники. То есть, им важна поддержка вышепоставленных лиц, вышестоящего начальства или все-таки народа. Всегда бывает эта ситуация такая, не знаешь, какой вывод и сделать, на самом деле. Ну, да, здесь, конечно же, проблема и в том, что закон у нас один применяется по-другому, а независимых политиков также пытаются задавить, не дать им работать. Ну, вот яркий пример последних лет. Это Галина Ширшина, которая пыталась в Петрозаводске сделать независимое местное самоуправление. Она была у нас в студии, было блестящее интервью. Да, прекрасно. И она в итоге не удержалась у власти, поскольку государственная власть Карелии, местные депутаты сделали все для того, чтобы отправить ее в отставку. Тем не менее, Ширшина осталась в политике, она пытается сейчас заниматься этой деятельностью. Она в яблоке, помогает. Она в яблоке, да. Но, к сожалению, она не руководит сейчас городом, и поэтому город поменялся. Я бываю в Петрозаводске, и я вижу, как ситуация изменилась. Дороги не чистятся, а именно это ставилось проблемой Ширшиной, и при ней дороги, допустим, чистились. Город постепенно вымирает, куча магазинов, но нет производственных мест. То есть, фактически, ситуация не изменилась, она стала только хуже. И при этом, конечно, независимые политики очень важны, особенно в органах местного самоправления, где нереально соприкасаются с населением и могут что-то сделать. Я с интересом слежу, допустим, за Яшиным, который в Москве выиграл выборы в органы местного самоправления и пытается что-то сделать на местном уровне. Конечно же, очень много ограничений, очень много давления со стороны органов государственной власти. Но, тем не менее, какие-то возможности есть. То есть, если политик в себе уверен, и он хочет что-то изменить в нашей жизни, собственно говоря, у него есть ли это возможность и показать себе? А при этом у него может быть что-то там за душой, что он не хочет выносить, чтобы о нем не знали? Он может как-то лавировать, быть и всенародным любимцем, и при этом что-то иметь? Ну, я думаю, что, конечно, у каждого политика есть что-то такое, видимо. Мы можем это предполагать. Но если политик создает себе образ открытого человека, то, конечно же, поддержка ему обеспечена. Если он представляет информацию только тогда, когда он хочет, то какое тут доверие может быть к этому человеку? Очень высокое может быть доверие к этому человеку. За 80% и выше. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим. И, наверное, как раз о фейк-ньюс поговорим. О той теме, которая сегодня вечером будет обсуждаться в галерее «Прогресса 18.30». Вход свободный. Максим Оленичев, юрист команды «29» в нашей студии. Сегодня Максим вместе с нашим коллегой Николаем Голиковым будут дискутировать на тему фейк-ньюс. Как часто они встречаются в кировских СМИ. Встреча абсолютно открыта для всех желающих, для жителей города. 18.30, галерея «Прогресс». Можете туда пожаловать. А вот, кстати, можно прямо со своими кейсами прийти туда и разобрать их на месте. А вот это правда, а вот это правда, а вот это вы с чьей подачи написали? Можно ли заказные новости, которые, вот мы говорим про цензуру, спрашиваем наших слушателей, и они нам четко отвечают, что цензура в кировских СМИ есть и диктуют, да, или цензурируют владельцы и спонсоры, вот именно так вот называют. Никто не говорит про редакционную политику, как владельцы и спонсоры. Это значит, что владельцы приходят и говорят, так, ну-ка, вот это вот сейчас снять, вот тут вот не трогать. Здесь вот заголовочек красивый, чтобы был, значит, этот должен ехать на белом коне, а вот тот должен валяться под плинтусом. Так, что ли, это происходит? Какая ваша политика? Я не знаю. За что заплачено? Да, но можно со своими кейсами будет прийти и спросить у наших гостей. Там будет, кстати, кроме Николая Голикова, много еще кировских журналистов. Прямо можно вызвать и сказать, а вот что у вас тут вот было написано? Расскажите-ка, пожалуйста, от чего это все происходит? Ну, так что касается фейк-ньюс, история очень ярко, конечно, засветилась с того момента, как пришел великолепный золотоволосый президент на пост главного человека огромной державы Соединенных Штатов Америки. И этот человек, он, конечно, всколыхнул просто всех, не только журналистов. И фейк-ньюс, мне кажется, эта тема, она в течение как минимум года буквально вот на каждом семинаре журналистском, на любой сессии, где угодно, на конгрессе, в интернете, в СМИ, ну вот просто каждый день. Сейчас вот поменьше об этом говорят, о фейк-ньюс. Ну, понятно, почему говорили, да? Потому что говорили о фейк-ньюс на государственном уровне и на межгосударственном уровне. А мы будем говорить о фейк-ньюс сегодня на региональном уровне или как? Нет, не только. Мы вообще будем говорить об этом явлении, о том, как и в мире это происходит, как в России. И на кировских примерах тоже поговорим. И если у участников будут какие-то свои примеры, это будет здорово. Мы очень рассчитываем на дискуссию полноценную, интересную для того, чтобы обсудить и уйти с какими-то выводами с нашего мероприятия. Вообще фейк-ньюс – это тема довольно интересная, поскольку, да, вы правильно сказали про Трампа, и американцы очень по-разному относятся к этой ситуации на самом деле. Но, тем не менее, даже Трамп в последних заявлениях говорит о том, что, да, нужно расследовать фейк-ньюс на влияние на американские выборы, поскольку ему уже не остается ничего делать. Хотя ему сейчас посоветовали не давать показания по поводу, да, участия русских в выборной кампании. Абсолютно. Но Трамп такой человек непредсказуемый, что американцы сами уже боятся, что от него ждать. Но, к счастью, система сдержек и противовеса в США устроена более рационально, и у президента нет таких широких полномочий, допустим, как в России. Поэтому он вынужден жить по тем законам, которые существуют. Но, тем не менее, мы на примере американских выборов увидели о том, как фейк-ньюс могут влиять на политику, на реальную жизнь целого общества. И то, что связывают здесь российский след, в принципе, это не лишено каких-то оснований. Поскольку мы знаем, что в Петербурге действует фабрика троллей, так называемая, которая дает очень интересные и неоднозначные комментарии в российском сегменте интернета, и связывают о том, что она выходит и в Западную Европу, и в США для того, чтобы там также влиять на общественную жизнь. В СМИ появлялась информация... Слушай, Максим, простите, а как фабрика выглядит? Фабрика — это обычное здание, она с авушкой на 55. Просто все знают, как оно выглядит. Почему оно еще там стоит? Точно потому что... Вопрос. Там нет никакой охраны, нет колючей проволоки, насколько я понимаю. Там есть пропускной режим, конечно, но вся ситуация связана с тем, что это обычное здание, это обычное предприятие, и сами работники, которые работают на фабрике, они заключают трудовой договор, как правило, а некоторые не заключают трудовой договор, работают просто так, за получение денег в конверте. И, собственно говоря, это обычное предприятие, оно кроется под юридической личиной, и мы пытались вывести их на свет, поскольку об их деятельности известно только о том, что они пишут комментарии, как-то пытаются влиять на формирование какой-то новостной повестки, на взгляды, может быть, наших соотечественников. Мы пытались их вывести в свет. К нам обратилась сначала Людмила Савчук, журналистка «Новой газеты», которая в качестве эксперимента два месяца поработала на этой фабрике троллей, чтобы изнутри узнать, как она устроена. И выяснилось о том, что там существуют разные отделы, они заточены на разные сегменты подачи информации. Есть отдел комментариев, есть отдел, который делает всяческие какие-то рерайты и публикует новости. Кто-то ведет живые журналы, дает страницы в Фейсбуке и так далее. В общем, довольно приличное количество людей, которые получают за это деньги. Казалось бы, ну, господи, работа не пыльная. Откуда деньги, кстати? Работа не пыльная. Ну, связывают, конечно, со структурой Пригожина, но однозначно это утверждать нельзя. Но есть журналистские расследования, которые указывают, что какая-то связь, возможно, там имеется. И в чем ситуация? Людмила Савчук два месяца проработала, и после этого поняла, что ей не заплатили денег. Мы подумали, что это очень хорошая история для того, чтобы фабрику троллей в суде вывести в свет, поскольку о ней никто ничего не знает, кроме того, что они публикуют какие-то комментарии. И в суде нам удалось доказать о том, что фабрика троллей нарушила трудовое законодательство. К сожалению, никто из руководителей не пришел в суд, но пришел их юрист. И нам удалось получить некоторую информацию о том, как устроена вся эта работа, о том, что действительно есть юридическое лицо, о том, что действительно, как заключаются и не заключаются трудовые договоры, кто там руководитель, кто подписывает эти трудовые договоры. Мы эту информацию, конечно, предали огласке. А вторая история случилась с работником, которая не является гражданским активистом. Это Ольга Мальцева. Она ждала ребенка и работала на фабрике троллей без оформления трудового договора. В конце концов, пришла в отдел кадров, попросила оформить документы с тем, чтобы потом получить пособие. И ей отказали. Она, конечно, возмутилась, поскольку она честно исполняла свои трудовые обязанности, получала свои 40 тысяч рублей за 8-часовой рабочий день и так далее. И в итоге она оказалась, продяла ребенка, но никаких пособий ей, конечно, фабрика троллей не выплатила. Мы обратились в суд. В суде уже было понятно, что мы судимся с фабрикой троллей. Здесь вопрос независимости правосудия. А официальное название известно, кстати, от этой организации? — Несколько названий. Значит, было изначально интернет-исследование ООО, Общество с ограниченной ответственностью, а затем они присоединились к компании ООТЭКа. И вот так вот они меняют, в принципе, юридические лица, для того, чтобы, если в общественное пространство выходит какая-то информация о них, чтобы, ну, немножко опять замаскироваться. — Ладно, простите, возвращаемся к этой женщине. — Ну и вот Ольга Мальцева мы занимались с тем кейсом, и, к сожалению, судам отказали. Мы сейчас дальше обжалуем эти решения судов. Но у нас два кейса абсолютно идентичны, где сначала Людмила Савчук, которая первая пошла и столкнулась с фабрикой троллей, удовлетворили ее иск. А вот Ольга Мальцева в такой же ситуации не удалось удовлетворить, поскольку уже было понятно, что судимся с фабрикой троллей. Но это дал какой-то новый всплеск интереса к этой деятельности. И особенно западные журналисты стали потом писать об этой фабрике троллей, поскольку в то же время стали происходить выборы в Германии. И они полагали о том, что вслед за американскими выборами фабрика троллей может повлиять как-то и на германские выборы. Никакой информации, конечно, такой вот широкой нет по поводу того, как участвовала фабрика троллей в германских выборах. Но, тем не менее, у журналистов западных есть такое предрасположение о том, что фабрика троллей уже везде. И она может докутать не только российские сети, но и западные сети, и реально пытаться влиять на политику. Ну, вот смотрите, есть все-таки фейк-ньюс, это недостоверные новости, а есть раскрытие информации. И если уж мы заговорили о фабриках троллей, то можно говорить и о русских хакерах. Это тоже одна из угроз, которые западный мир чувствует на себе. Об этом говорят постоянно. Сейчас в преддверии Олимпиады очень много говорят о группировке Fancy Base, которые буквально недавно слили информацию о списках западных спортсменов, которые с разрешения соответствующих структур и медиков принимают спрещенные препараты. То есть получают разрешение на принятие. И там все, пожалуйста, сестры Вильямс и так далее. А на что там Хоркин вдруг отвечает, что я впервые только из этого расследования, из этого слива узнал, что, оказывается, есть такой инструмент, как получение разрешения и получать эти препараты. Так вот сейчас говорят, что Fancy Base готовится к атакам в связи с Олимпиадой-2018. То есть тоже такая история фабричная уже получается, интересная. Но когда мы об этом говорим, у нас остается 3 минуты, когда мы об этом говорим, мы думаем, боже, но это все не про нас. Это все там, это действительно такая государственная политика, бла-бла-бла. На уровне регионов как это выглядит? Примеры какие-нибудь? Ну, на уровне регионов Россия ситуация тоже может быть по-разному. Дело в том, что в регионах не так много СМИ. То есть, если мы верифицируем информацию, то на федеральном уровне гораздо легче понять, кто пишет фейк, кто не фейк. Потому что довольно много источников информации, можно ее перепроверять. А на уровне регионов, если информация уже выходит, то, собственно говоря, если другие СМИ начинают ее перепечатывать, люди в это верят. Но если журналисты ответственные, они проверяют источник информации, достоверность информации, то на этом как раз этапе можно попытаться предотвратить распространение фейковых новостей. Они не выйдут в информационное пространство и не будут влиять. Я бы хотел сказать, может быть, даже не про региональный момент, а, допустим, одна из последних историй умер Навальный, когда от имени Медузы распространили информацию о том, что все, Навального больше нет. А СМИ с ним связались, спросили, ну как дела? Он говорит, да ем пельмени, все жив, все прекрасно. Но при этом эта новость тоже довольно широко по соцсетям разошлась. И, в принципе, если бы не было такого опровержения, она могла бы, может быть, как-то повлиять на активность этого же Навального. Я думаю, что будет с разных сторон, конечно, разбираться история с региональными фейк-ньюс, потому что, конечно, когда коллеги ссылаются друг на друга, распространяя и не проверяя информацию, это один из путей. А с другой из путей мы возвращаемся к взаимодействию власти и СМИ. Когда СМИ получают информацию от, например, населения, она важная, социальная, они делают запрос в правительство или в администрацию, им говорят, нет, мы вам сейчас не ответим, пишите письменный запрос, а ситуация горячая прямо сейчас. И таким образом вот здесь как раз... А потом еще правительство предъявляет, типа, это же вот неправда, что же вы там не дождались нашего комментария. Но, друзья, вот здесь вот как раз, когда обвиняются журналистов в том, что они создают некий фейк-ньюс, они дождались семидневного срока, и чтобы получить ответ, а иногда он вообще такой бла-бла-бла, ни о чем совершенно, то кто здесь участник главной фейк-ньюс? Это тоже вопрос, который сегодня будет разбираться, я уверена, в кейсах на вечерней встрече, в клубе вечерний дискуссионном, который возрождается. И мы благодарим Николая Пихтина и Артура Абашева, что они его возрождают вот с этой темой. Сегодня в 6.30 в галерее прогресса на Горького 5, вход свободный, со своими кейсами, я прям предлагаю, создайте такой прецедент. Приходите и разбирайте их на месте, журналистов будет много, можете задавать им свои вопросы и спрашивать, в том числе и про цензуру. Цензура тоже создает в некоторой степени фейк-ньюс. Абсолютно, потому что... Изменяет новости до неузнаваемости. Абсолютно, потому что где цензура, там нет открытости информации. И, конечно же, здесь вопрос с достоверностью возникает. Я думаю, что сегодня будет очень интересная дискуссия, всех приглашаю, и обязательно приходите. Ну и что? Наши голосования на сайте Ахакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте, где мы вас спрашиваем, есть ли цензура в кировских СМИ. На сайте Ахакирова не изменилась, 100% ответивших сказали, есть ли цензура. 65% по-прежнему на странице ВКонтакте считают, что она есть в наших средствах массовой информации. Спасибо. На этом завершаем программу «Дневной разворот». Максим Оленичев, юрист команды 29, кстати, упомянутый уже Николай Пихтин, будет в особом мнении через 20 минут ведущий Анна Лапшина. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!